Всем привет! Меня зовут Илья. Я вам расскажу о кнопках, джойстике и других элементах управления DJI Osmo Mobile в подробностях. И даже о некоторых скрытых функциях Osmo. Поехали! Индикаторы LED. Слева индикатор Bluetooth. Он горит синим цветом, когда есть подключение к телефону. Не горит, когда подключения нет. В текущей версии программы DJI Osmo есть кнопка Disconnect. Отключить. При нажатии программа DJI Osmo теряет связь с Osmo. Это означает, что в программе не получится снять таймлапс или сделать настройки, но индикатор остается гореть синим, так как телефон все еще соединен с Osmo по Bluetooth. Например, можно зайти в стандартное приложение камеры и сделать фото с помощью кнопки Osmo. Об этом чуть позже. Справа индикатор заряда батареи Osmo. Когда батарея заряжена, индикатор горит зеленым светом. Когда разряжена – красным. Узнать, сколько процентов батареи осталось, можно в программе DJI Go. Процент показан в правом верхнем углу. Во время подзарядки индикатор поочередно меняет режим. Не горит, красный, желтый, зеленый не горит. Когда полностью зарядился, постоянно горит зеленым светом. Это не очень удобная индикация. Бывает надо 5 секунд пристально смотреть на Osmo, чтобы понять, уже зарядился или еще нет. Мой Osmo пришел ко мне почти заряженным. Чтобы зарядить до 100%, понадобилось минут 40. Кнопка включения. Кнопка слайдер. Раздвигаем ее вниз на секунду. Osmo включается. Когда Osmo включен, то кратковременный сдвиг кнопки вниз переводит Osmo в спящий режим. Osmo все еще на связи, но моторы выключены. И правый индикатор мигает зеленым светом. Чтобы вывести из сна, надо повторно сдвинуть кнопку вниз или два раза нажать на курок. Чтобы выключить Osmo, сдвигаем кнопку вниз и удерживаем секунду, пока не погаснут индикаторы. Кнопки фото и видео. Эти кнопки предназначены для работы с приложением DJI GO при подключении по Bluetooth. Кнопка фото делает фото. Кнопка видео запускает и останавливает запись видео. Если зайти в стандартное телефонное приложение камера, то кнопка фото также снимет фото. А кнопка видео не начнет запись видео, а тоже сделает фото. Чтобы записывать видео с помощью стандартного приложения камера, используйте элемент управления на экране телефона. Помимо DJI GO есть платные приложения других разработчиков. И в них этими кнопками фото и видео можно пользоваться по назначению. Джойстик. Сдвиг джойстика по горизонтали, поворачивай телефон вправо или влево. Сдвиг джойстика по вертикали, поворачивай телефон вверх или вниз. В настройках программы DJI GO вы можете настроить, прямо или инверсивно работает джойстик. К примеру, можно настроить, что при отклонении джойстика вправо телефон повернется влево. По умолчанию джойстик поворачивает телефон либо в горизонтальном направлении, либо вертикальном. В настройках можно снять это ограничение и ОЗМО сможет поворачивать телефон по диагонали. Например, вверх и влево, вниз и вправо. Курок. Если нажать на курок один раз, ничего не произойдет. Двойное нажатие на курок. ОЗМО моментально поворачивает телефон в исходное положение. По горизонтали относительно земли и прямо относительно рукоятки ОЗМО. Тройное нажатие на курок. Смена фронтальной и задней камеры. Если зажать курок и одновременно сдвигать джойстик вверх или вниз, то ОЗМО изменяет величину зум. Лично я цифровым зумом не пользуюсь, но может кому-то это полезно. Если просто зажать курок, тогда телефон фиксирует поворот в пространстве. Это может быть надо, например, если вы снимаете что-то и не можете смотреть только на телефон и контролировать его. Вы направили камеру, зажали курок и дальше бегаете, прыгаете, занимаетесь какой-то активностью и направляете руку примерно в сторону съемки. ОЗМО при этом четко держит заданное вами направление. Сенсор. Сенсор определяет, вставлен ли телефон или нет. Сенсор предохраняет моторы гимбл в случае, если вы включаете ОЗМО и не вставили телефон. Сенсор нехорошо работает с зеркальной поверхностью корпуса или чехла телефона. Если вы купили ОЗМО, вставили телефон, а ОЗМО не работает или то работает, то не работает, то вероятно проблема в том, что сенсор его не определяет. В этом случае вставьте другой телефон или подложите под телефон визитку, или закройте сенсор, далее запустите программу DJI GO и в настройках отмените Phone Detection. После этого сенсор вам не помешает. Это крепеж. В этот крепеж можно подсоединить дополнительные аксессуары ОЗМО. Обычно сюда крепится площадка, а на ней закрепляется микрофон, свет или другие аксессуары. Резьба этого крепежа подходит под резьбу винта штатива. Но подключить стандартную головку штатива не получится, потому что рукоятка ОЗМО изогнута. Можно прикрутить вот такой адаптер. Не знаю как это называется, штука для осветительного прибора. И если у вас есть стойка для света, закрепить ОЗМО на стойке. На этом об элементах управления все. Впереди еще ролики об использовании ОЗМО с GoPro, об использовании ОЗМО с Android и с iPhone и многое другое. А пока, хороших вам съемок и ОЗМО вам в помощь. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!